Почему собаки-клоны оказались не приспособлены для службы в Якутии? Напомню, на днях стало известно, что клонированные бельгийские овчарки не прошли контрольные тесты кинологов МВД. Животных недавно привезли в Якутию из Кореи. Репортаж Ниргуяны Егоровой. Вот все собаки, они клонированные, все собаки, они сама с чипами, прошли медкомиссию великолепную. Только недавно в соцсетях и на пабликах СМИ пестрели заголовки, что за собаки будут служить в МВД Якутии, в полицию поступят служить первые собаки-клоны и так далее. Случай, да, единственный на всю Россию, но местные органы, а точнее Центр кинологической службы МВД по республике, опровергает информацию якобы состоящих собак-клонов на их учете. Собаки были переданы в дар Российскому военно-историческому обществу. Председатель Валерий Чугунов выходил с просьбой сотрудникам Центра протестировать и принять на службы клонированных Малинуа, но испытания собаки провалили. Собаки, так скажем, тесты наши не прошли. Одна попросту даже из машины вышла, сразу зашла, вторая наполовину справилась, но тоже она не замерзла. Понимаете, у нас существуют свои критерии отбора, и в России нет этой практики, где применяются клонированные собаки. То есть, по нашему мнению, это все-таки ближайшие 10 лет занятия ученых, скорее всего, изучать. Тестирование было проведено самое обычное для необычных собак. Например, на определение социальной адаптации. Реакция собаки на поведение незнакомого человека, который, угрожая, пытается физически контактировать с ней. Или же проверку на отношение к сильному звуковому раздражителю. Таких пунктов насчитывается 13. Протестировали Марка и Джека. По определенным нормативным критериям принималась специальная комиссия. Сразу хочу заметить, что эти приемы нами не придумываются. У нас есть методические рекомендации, согласно которым мы проводим отбор. Именно по этим методическим рекомендациям, там 13-14 пунктов, моменты, которые нужно будет принимать, это на социализацию, реакция, игровая реакция, реакция на искусство. Ну, такие простые задачи, которые, по идее, любая собака может выполнить. В Центре кинологической службы занимаются разведением служебных собак. По республике насчитывается 119 особей. 98% составляют немецкие овчарки. По информации, в лаборатории СОАМ в Южной Корее было клонировано 800 собак. Многие из них успешно проходят службу в разных странах мира. Но, как оказалось, в Якутии они стали непригодны. А до председателя Российского военно-исторического общества Валерия Чугунова мы не дозвонились. К сожалению, у нас нет информации о дальнейшей судьбе Марка, Джека и Тома. Юргена Егорова, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.